Смотрите, лекция, ситуация следующая. Ссылку я вам отправил на мероприятие, оказался там случайно. Как видите, из информации с ВКонтакте, там, вроде как-то заявлено, что это лекция по астрономии. Астрономии, вроде как наука, точно. На деле оказалось следующее. Вышел какой-то гражданин и начал как-то, даже я бы сказал, что бессвязно, рассказывать различные физические модели, типа теории Эйнштейна и все, такие вещи. Это, я как понимаю, Борис Штерн вышел. Борис Штерн. Значит, смотрите, какая ситуация. Что произошло, в общем, да? Он рассказывал вот это все, причем его рассказ выглядел следующим образом. То есть он рассказывает, вроде бы, некую тему один, затем некую тему два, и она что-то не сильно связана с предыдущей и так далее. То есть какой-то набор данных непонятный. Присутствовал человек, сейчас скажу вот так, 160-70 человек, потому что 140 было мест, плюс еще, вроде, мне сказали, что 20 стоит. Вот. Значит, получается, 160, да, может, то есть нет. Дальше. Этот Борис Штерн вышел, стал все это рассказывать, не связанно, и в какой-то момент я ему задал вопрос. То есть, так как он все дальнейшее, он затронул теорию Эйнштейна, и все дальнейшее, вроде как, уже основывалось на ней. Я ему говорю, пожалуйста, в соответствии с научным методом, да, предоставьте доказательства того, что теория, так называемая, теория Эйнштейна, вообще, вместо научной теории. На что он сказал, нет-нет-нет, я с вами спорить не буду, микрофон уберите, там и все. Просто даже совсем. То есть я ему тогда сказал уже громко в зал, если вы отказываете вести, по сути, научную дискуссию, да, потому что вопрос у меня на пальце, значит, вы не можете предоставить доказательства, и вы не ученый, громко, как сказал. И в конце всего мероприятия я задал еще один последний вопрос, я у него спросил следующее. Скажите, пожалуйста, вот все теории, которые нам помнили, да, они что такое из себя представляют, вот что вы хотите сказать, что это так мир устроен, или что-то иное вы имеете в виду? Но он сказал, так устроим мир. А что им нужно, знаете, вот это все модели, вообще-то, вот, и доказательств использовать ни одной из теорий вы не представили. Да, зачем вы дурите людям мозг, ну, голову? Значит, реакция зала... Я вообще противился, честное слово, потому что в целом реакция зала такая нейтральненькая, кофе по всем. Два века сзади меня сначала сказали, нет, подожди, не мешает слушать лекцию. Ну, я так шепотом уже с ним с каждым поговорил, то есть, не говорю, что это значит научное. Я попросил доказательства, да, ну, то есть, если это общеизвестная теория, значит, у меня есть общеизвестные доказательства. Пожалуйста, представьте публики, потому что просто, может быть, что, выдавая это за факт, да это неправильно. Это нелогично, это идиотизм. Вот. Они сказали, ну, я им сказал так же, что, знаете, вот еще есть научный метод и законы Лольфа. Никаких связей, ничего нет. То есть, человек просто стоит, что-то вещает, нифига ничем не подкрепляет свои слова. Это меня лично возбудило. Ну, вот. Они спросили сначала, почему мне не... Вот. Я ответил, ну, как же так. Если заявлено, вроде бы, научная лекция, она, извините, вливает какую-то фигню, бездоказательную, то это уже не научная лекция, а это фейк. Чего я приехал сюда, когда я это подкрепляю? У меня это вот как пипа. Вот. Соответственно, меня это невероятно, если честно, ну, конечно, на уровень эмоций немножко выбесило вот эта вся ситуация, потому что даже не то, что это... Там, что он такой. Он что-то там вещает, и мне еще под слово пытаются меня слово отобрать. Но люди-то реагируют. Они же не говорят, что да, действительно, докажите нам. Нет. Просто нейтрально. Некоторые даже мне сказали, нет, не мешайте слушать. То есть меня вот эта ситуация вообще-то напугала. То есть получается, что люди реально настолько внушаемы, либо им всем пофиг, вот два варианта. Два вывода. Два варианта вывода. Вот. Отсюда... Что вот хотелось бы у вас узнать? Первое. Возьмете ли к себе, скажем так, да? Второе. Если возьмете, то чем могу помочь? И третье. Вот чем я реально могу помочь вот так навскидку? Ну, могу посещать все эти вот эти вот мероприятия, или какую-то часть, где я что-то более или менее разбираюсь. Там физика, например, вот химия, например, там не получится, это не мое. И в случае выявления реально всяких книг, больше не могу, да? То есть старик на гид, да? То есть сообщать аудитории, что вам измените какую-то текущую мошенную. Наверное, пока все. То есть, может, что-то вы предложите. Понятно. Спасибо. Здорово. В городе Нижний Новгород, кстати. У вас записи не сохранилось с этой лекцией, с этими дебатами? Ну, знаете, там была видеосъемка посредством местного телеканала на микрофоне написано «Россия-24». Я постараюсь, ну, надеюсь, где-то в интернете ее выложим, но увидите, может быть... Понятно. Вы тоже послепали, я отпусти бумажки, в этой же самой был. Ну, просто Виктор, это реально что-то ужасное вообще творится. Если вообще на будущее, если есть возможность вот это еще и записывать, то мы бы просто у себя на канале это показывали. Чисто тихо. В принципе, да. Но в данном случае я полагаю, что будет, вероятно, запись, и она, вероятно, будет в турбе. Все-таки. Ну, вероятность этого, конечно, маленькая. Что касается Штырна, вот это конкретно лжеученый. Он вот, недавно, ребята, вот его нарезали в смешной ролик, и мы на канале у себя показывали, как он бредит. Ну, это, да, это что-то. Причем, знаете, у него еще есть такой интересный прием. Он, я не знаю, может быть, он специально, но он так, так видит, то, ну, просто слишком близкий микрофон держит, и нифига не слышно, чего он там хочет сказать-то. То есть, я его сначала даже попросил, а, пожалуйста, микрофон подальше вас, я не разбираю слов просто, я пытаюсь понимать смысл того, что вы говорите, но он вроде бы да-да-да, и опять за свое. Вот, и дальше у него очень все интересно, у него там, ой, а ну физическую величину подается другую даже. Ну, это вот несколько человек у нас, из таких пафосных лжеученых, которые друг друга пиарят и держатся на поверхности. Эта кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он. Там еще есть такой товарищ, черепощук академик. Это вот несколько таких персонажей, которые, в принципе, добрались до поверхности и тянут нашу науку все ближе к хокинговским дырам. Вот и все. А так вообще, подключайтесь, будем рады. Жертвы на доверие, жертвы на доверие. Вот доверчивые люди. То есть, если вы заявляете какую-то теорию, приведите обоснование логическое. Эта теория по вашему верну, вследствие того, что там был эксперимент, это дали и тогда пример. И в нем, допустим, навели таким, ну и тогда, все такое. Вот, таких вопросов я, вроде бы, там не было даже. И как только что-то такое появлялось, там один человек, если я все-таки насоврал. Один человек пытался, пытался аккуратно задать научный вопрос, но его так же открыли, вот так вот так же резко. Вот. И он как-то, знаете, то есть он дает как будто прямо время, типа там у вас там 10 секунд на вопрос, и если этот вопрос товарищ не понял, да, который нас ценит, то типа все, ваш вопрос не вопрос. Вот так вот. Круто. Ну они как бы, ну едят на жареной лошади, и они ограждаются как могут. Да. Я только не понимаю, зачем он, кстати, вы знаете, да, этого человека? Да. А, я, например, впервые его увидел. Зачем он это делает? Зачем он пришел на бесплатную реакцию и люди мозги-то поратурят? Он думает, что он популяризирует науку. Он ошибается, потому что он не приводит доказательства. Там невозможно привести доказательства. Этому бреду невозможно. Ну так если невозможно, тогда это не наука, а что-то другое-то. Ну что, знаете, что зацепило меня, вот почему я так вот отреагировал? Вот, Виктор, вы не обижайтесь, убедили меня к вам что бить не вы, а вот этот чувак, который сегодня такое провернул. Что? Не завидовать-то, ладно? Да нет вопросов. Вот. На самом деле, смотрите, поступает бездоказательно, не считает, должен что доказывать. Ну, я этого не понимаю. Понятно. А по образованию вы кто? Да, секундочку. Ага. И причем, в начале лекции он задал такой вопрос. Чем отличается, значит, астрология, вот, вам астрономия, что это, астрономия. Я говорю, вот, значит, астрология – лженаука, астрономия – это наука, и сам дальше в Ургу полет лженаучную. И треток, говорили, что-то такое. По образованию, как я вам говорил, сейчас, это самый, физический факультет, историю заканчивали. Физический, а где заканчивали? В Нижнем, в Нижнем Новгороде. А, Нижегородский и физический. Это в НГУ, да? Да. В Лобачевский вам был? Или второй? В Политехе. А, в Политехе, понял, понял. Ясенько. По профессии я сейчас не работаю, если честно, тем не менее. Но я помню, там, многие вещи, все равно, это какая-то фигня. То есть, нам даже говорил там профессор, что есть там научные дни, но то, что вот вы, например, напомнили, свое время мне, да, в том числе и мне, это все нам говорилось. Но сейчас я наблюдаю, что очень много маркетинга и уже науки, что, в принципе, они уходные, чтобы маркетинг узнал ухо. Ага. Ага. То было бы вообще здорово. Я, например, без собеседника на камеру не могу ничего рассказать. Для меня это проблема. Я по сценарию могу... А как же вы, извините, записывали вашу там вот лекцию по пол, по пол, по логике, вот и так далее? Я печатал ее, а потом ее рассказывал. не назвал Бог перед небом, и был вечер, и было утро, день второй. И? Здесь написано, что небо начинается на поверхности мирового океана. Стоп, врать не надо. Там написано только то, что там написано, а не то, что вы хотите притрактовать. То есть отделю воду от воды, это значит, что небо не начинается. Так, вот про небо, вот это вот все, где начинается небо, это вы придумали, или кто-то вам рассказал, придумал? Нет, тут так написано. Вот там не написано, там другие слова. Вот и пользуйтесь словами, которые написаны. Вот просто вас толкователей разных, куча, и чем дальше вдеврите, вы больше толкований своих. Где небо начинается, где не небо начинается. Ну хорошо, пропустим пункт первый. Пункт второй. Здесь написано, что невесомость это первое агрегатное состояние воды. Дословно, пожалуйста, открываем источник и читаем, невесомость это первое агрегатное состояние воды. Где? Процитируйте цитату в студию или прекратите бредить. невесомость это агрегатное состояние воды. Что вы несете-то? Вы хоть смысл фразы-то поняли? Невесомость это агрегатное состояние воды. Да, вода лишенная массы это начальное состояние воды. Вот там написано в вашем источнике, что невесомость это агрегатное состояние воды. Вот агрегатное состояние воды это лед, жидкость, пар. А невесомость это силовая картина. Какие силы приложены? Это не агрегатное состояние. Вы определитесь, какими вы терминами пользуетесь. Религиозными или научными? Если научными, пользуйтесь научными. Если религиозными, пользуйтесь религиозными. А делать кашу и превращать все в бред не надо. Давайте детально. Мысль в студию. Вот скажи, пожалуйста, что по-твоему значит отделю воду от воды? Это может многое означать. Например? Я не берусь, во-первых, трактовать религиозные источники. Я сейчас просто столкнулся с человеком, который зашел в религиозные источники и попер их толковать, как ему захотелось. Поэтому я сюда даже добавлять не буду. Мне совершенно не хочется толковать. Но написано ясно. Отделил воду от воды. Ну вот это и произошло. Воду от воды отделил. Правильно. И вода, которая под твердью, это мировой океан. А вода, которая над твердью, это невесомость. Стоп! Во-первых, вот элементарно. Вода, которая над твердью, вот просто варианты. Это может быть пар сосредоточенный в воздухе. Это может быть хрустальный купол, окружающий Землю. У нас мало... Что? Небо. Небо здесь играет совершенно другую функцию. Разделите. Кто сказал? Кому такой снаряд в голову залетел? Вот вас, вас 48 разных толкователей. Вот одному пулю в голову так легла, другому под углом 45 градусов. Он гонит другую пургу. Вот почему вы такие вот все разные? И верьте только мне. А есть первоисточник, где написано ровно то, что в нем написано. Вы какую религиозную концепцию представляете? Я не религиозный человек. Религия убила веру. Поэтому я совершенно не праздную об свете дела. Так, вы какую концепцию верующие у нас? Я исповедую Иисуса Христа, Сына Бога Всевышнего. По какой трактовке вы его исповедуете? По священному писанию, по книгам нового. Вы индивидуальный исповедователь? Вашей церкви только вы? Или вы принадлежите какому-то религиозному объединению? Я не состою ни в каких религиозных объединениях. Вы не баптист, не... Нет, нет, нет. Вы сам на себя, только вы и Бог, да? Ну, написано ясно. Человек есть церковь Бога. Так, вы лично верующий, я понимаю так, да? Или все-таки вы какая-то выяснится в дальнейшем все-таки организация? Нет, нет, я не состою ни в каких организациях. Не имею такой чести. Такие же взгляды, как и у кого-то есть из ваших подвижников, людей, которые вы встречаетесь? Нету. Ну, понял, ладно. Допустим, предположим. Так вот, о чем? Я слышал бой, спор с эфирщиком. Вот это люди, которые что-то чувствуют, понимаешь? Им кажется, что не может быть космос пустым. И они ищут какое-то наполнение. Народ, который работает на дронном галактике, который ищет это поле, это институт. Который придает нам веществу массу. Они тоже чувствуют, что что-то есть, понимаешь? Не может такого быть. И вот это что-то есть вода, решенная массой. Этой водой заполнено все межпланетное межзвездочное пространство. И об этом как раз Моисей и пишет. Что вода, которая над небом, и вода, которая под небом, в небо ее разделяет. И вот эта вода, которая над небом, это вода, лишенная массы, то есть невесомая. Моисей так и пишет? Что, что? Моисей так и пишет. Моисей пишет, отделил воду от воды. Нет, то, что она лишенная массы, вот так и написал? Но, исходя из того, что мы побывали в космосе и знаем, что там невесомость, а Моисей этого не знал. Мы можем его немножечко уточнить. А, вы, короче, достигли таких религиозных знаний, что вы Моисея уточняете? Я уточняю его исключительно для себя. То есть я тоже создаю... Ну, понятно. Как ты ее создал. Для себя Моисея уточняем? Ну, что? Нормально? Что сказать-то? Моисея уточняет. Моисея уточняет.